Видео подготовлено сайтом онлайнгдз.нет Всем привет! Сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1262. Нам нужно определить знак коэффициента и пункт А. Минус А умножаем на минус В, умножаем на минус С и умножаем на минус D. Давайте сначала выясним, какие у нас здесь коэффициенты. Минус А – это то же самое, что минус 1 умножить на А. Минус В – это минус 1 умножить на В. Минус С – это минус 1 умножить на С. И минус D – это минус 1 умножить на D. Воспользуемся переместительным сочетательным свойством. И все эти 4 минус 1 умножим между собой. И умножим теперь А на В, на С и на D. 4 отрицательных числа мы перемножаем между собой. И раз у нас четное количество отрицательных чисел, то мы в итоге получим положительное число. То есть просто единицу получаем. И А умножаем на В, на С и на D. В итоге получаем положительный коэффициент. Коэффициент со знаком плюс. Пункт В. Минус 3. А умножаем на минус 2. В умножаем на 3. С умножаем на минус 4. Минус 3 нужно умножить на минус 2, на 3 и на минус 4. И дальше еще на А, на В и на С нужно умножить. Смотрим, какой у нас будет знак. У нас 3 отрицательных числа. Нечетное количество отрицательных чисел. Значит, в итоге мы получим отрицательное число. Знак минус ставим. И умножаем 3 на 2, на 6. Еще на 3, на 18. А 18 на 4 будет 72 минус 72 А, В, С. Минус получили. То есть отрицательный коэффициент у нас получился в итоге. Пункт В минус 5А умножить на 6В и на минус 0,3С. Умножаем сначала все числа. Минус 5 на 6 и на минус 0,3. И дальше на все буквы. На А, на В и на С. Разбираемся сначала со знаком. Однако 2 у нас отрицательных числа. Отчетное число отрицательных чисел. Поэтому положительное число мы в итоге получим. 5 на 6 – 30. И 30 умножить на 0,3 будет 9. Потому что 30 на 3 будет 90. А 30 на 0,3 – 9. То есть плюс 9. Получим и А, В, С. То есть положительный знак. То есть знак плюсу коэффициента у нас. И пункт Г. Минус 1,2М умножается на 0,3Н на минус 5П и на минус 1,1. Умножаем все числа. Минус 2 умножаем на 0,3. Давайте сразу напишем в виде обыкновенной дроби. На минус 5 умножается. И на минус 1,1,3 переведем в неправильную дробь. 3 на 1 – 3 плюс 1,4. 4 третьих. И дальше еще умножаем на все буквы. На М, на Н и на П. Посмотрим на знак минус 1,2, минус 5, минус 4 третьих. У нас 3 отрицательных числа. Нечетное число у нас. Поэтому минус мы в итоге получим. Теперь 1,2 умножаем на 0,3, на 5 и на 4 третьих. Давайте числитель умножим на числители, знаменатели на знаменатели. И сократим то, что сокращается. 2 умножить на 10 и еще на 3. 3 и 3 сократились, единички остались. 2 и 4 сократились. Здесь единица, здесь 2. 10 и 5 сократились. Здесь единица, здесь 2. 2 и 2 сократились. Здесь единичка, здесь единичка. Еще М, Н и П. Не забываем. Дальше не забываем минус. В числителе у нас остается единица, в знаменателе. Единица, значит, минус единица. М, Н и П. То есть мы получили коэффициент со знаком минус. И выполнили задание 1262. Ну, а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопроса, предложения или пожелания подписывайтесь на наши группы в социальных сетях. Спасибо.